Всем привет, с вами Прия. Сегодня небольшой вброс информации по поводу боевых клинков Азенота и последующего получения их на персонажей Охотников на Демонов в обновлении 7.2.5. Итак, как мы прекрасно знаем, с Черного Храма, рейда добавленного в Burning Crusade, в дополнение Пылающего Региона, который еще был давно-давно, был рейд Черный Храм. Убивая Ильдана, с некоторой вероятностью вы могли получить клинок Азенота. Есть как левый клинок Азенота, так и правый клинок Азенота. У всех у них разный процент дропа. Собрав их две штуки и обязательно надев-одев их, я не знаю как правильно, поэтому клинки Азенота нужно надеть-одеть. На таких персонажей можно это делать, как воин, разбойник, рыцарь смерти, монах и охотник на демонов в текущий момент. Надеваем, получаем достижения. Конкретно в обновлении 7.2.5, убивая Ильдана в Черном Храме в режиме путешествия во времени, как я уже говорил ранее, будет путешествие во времени, в котором мы сможем потягаться с Ильданом. То есть наш уровень откатится до 70-го, дамаг аналогичный, уровень шмота, там все это дело так же урежется, как в самых обычных подземельях формата путешествия во времени. И убивая Ильдана, и получив, разумеется, за это дело достижение, мы получим особый облик трансмагрификации этих боевых клинков Азенота на персонажей охотников на демонов. Конкретно если перевести вышенаписанный текст с твиттера, если вы уже имеете достижение Бернинг Крузейда на каком-либо персонаже, подразумевается достижение боевых клинков Азенота, то вы получите специфический трансмог, точнее трансмог вид, ну то есть внешний вид трансмагрификации на персонажа демон-хантера, когда убьете Ильдана в режиме Таймволк на любом персонаже, то есть Таймволк это путешествие во времени, так что если у вас еще до сих пор нету боевых клинков Азенота или есть только, допустим, левый или только правый, то обязательно доделайте все это дело и получите уже достижение хотя бы на какого-то персонажа. Зайдя в 7.2.5 и когда откроется режим путешествия во времени на Ильдана, убив его, вы спокойно полутаете на своего охотника на демонов, можно сказать аналогичную тему, аналогичные клинки Азенота. Нововведение весьма неплохое, то есть для чего это может использоваться? Да просто хотя бы для того, что легендарки можно трансмагрифицировать. Все-таки сами боевые клинки Азенота затрансмагрифицировать нельзя, а боевые клинки Азенота, полученные на охотника на демонов, таким образом можно будет затрансмагрифицировать, так что это очень классно на самом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. И, разумеется, дроп Азенотов в текущей ситуации. До скорого! Продолжение следует...